Друзья, всем привет! Жуков Виталий на связи. Разбираем криптовалютный рынок. С предыдущего выпуска пошел, так как я прогнозировал. Сразу хочу обозначить то, что у нас с вами движение еще не завершилось. Никаких пока что разгрузок каких-то или серьезных изменений по тренду, по локальному тренду, разумеется, мы не наблюдаем. В этом выпуске, соответственно, разберем, где какие объемы, какие уровни поддержки, локальные, среднесрочные и глобальные. Напоминаю, лайк, подписка и комментарии. Это поддержать меня как автора. Ну и также напоминаю то, что лучшая биржа это Bybit. Я являюсь ее прямым партнером. Чтобы получить кучу фишек, регистрируйтесь по ссылочке в описании. Еще раз повторяю, я являюсь прямым партнером. Это не просто рефералка. Также разбираем Ripple и Doggy. Собственно говоря, не затягиваем. Добро пожаловать на график. Начинаем с биткоина. Прошлый выпуск мы с вами начинали где-то вот плюс-минус на этих уровнях. Я обозначил то, что это проход очень серьезных уровней сопротивления. Теперь они являются уровнями поддержки. Плюс сейчас открытые дневки, среднесрочные таймфреймы. Мы с вами прошли довольно серьезный уровень сопротивления. Также над ним закрепляемся. Ребята, это с очень большой вероятностью движение еще выше и реально ретест диапазона 70, а то и выше. То есть, возможно, что еще либо будут выносить стопы, либо уже чего мы так долго ждем. Уже дадут объем и здесь все-таки всполошится, вскопошится, какое правильное тут слово, покупатель. И уже начнем с вами пролетать выше. По крайней мере, такой вариант движения я рассматриваю тут как наиболее приоритетный. В текущем сетапе, да, у нас было большое количество продаж. Но хочу обратить внимание, то, что уровни поддержки очень хорошо откупаются. То, что у нас очень хорошие проторговки. В рамках глобального тренда мы с вами никуда не вышли. То есть, глобальный тренд мы не нарушаем. По прошлым АТХ мы закрепляемся. Как я вижу вообще ситуацию по текущей, ну, в текущей ситуации движение актива. Честно говоря, если мы смотрим технически, конечно, подтвердить бы закрепление более хорошо. То есть, коррекцию куда-то в диапазон 63 тысячи долларов, удержание и дальше импульс. Но пока что я не вижу каких-то тут супер, есть, конечно, сопротивления, но какие-то супер глобальных, супер сильных сопротивлений для того, чтобы потестить диапазон 70, а то и выше, не вижу. И считаю, что с большей вероятностью мы с вами будем двигаться на очередной ретест и очередной раз будем будоражить лонгистов. Дальше будем посмотреть, буду почаще выходить в эфир, но пока что курс вверх и вероятность на это очень хорошая. Ripple смотрим на 4-х часовых таймфреймах. Первый, самый важный момент. Мы с вами подходим вплотную к диапазону 50. Я бы отсюда смотрел, конечно, там 55 плюс-минус центов. Вероятнее всего будем проходить, потому что основной уровень сопротивления находится в диапазоне плюс-минус... Давайте на дневках перепроверим. Плюс-минус... Да вот даже тут... 54,5. То есть, по сути, мы над ним закрепляемся. Это потенциал для дальнейшего импульса. Я уже в прошлом выпуске обозначал то, что вряд ли вот такой вертикальный будет. Я думаю, потихонечку, возможно, там с какими-то коррекциями будем выходить выше. Но ключевой момент моего спича. Нижняя граница канала плюс-минус 59 центов, верхняя граница, скорее всего, 72 будет, да? Так, нет, вот здесь вот. А нет, 66 точно забыл про этот уровень. Вот диапазон 66 центов, я думаю, с большой вероятностью мы с вами будем ретестить. Покупка по текущим, ну, уже поздновато, но еще возможно. Здесь можно потенциально забрать, я думаю, процентов типа 5-10. Не готов говорить за большие проценты, только если здесь уже совсем биткоин будет прорываться. Но вообще уровни покупки очень неплохие. Я хочу напомнить то, что мы находимся с вами вплотную у глобального уровня поддержки. Это 50 центов, которые очень хорошо откупают. И я бы все-таки, ну, как я бы все-таки, я-то уже закупился и рассмотрел. Я бы все-таки рекомендовал этот актив держать в портфеле, потому что уровни поддержки очень хорошие. Объем покупателя тоже технически, актив выглядит неплохо. Поэтому, ну, рассмотрите. Я считаю, что это актив, который должен быть в портфеле. Ну, и наш красавец, о котором мы с вами говорили в прошлом выпуске, DogiCoin 12, по-моему, уже 12.6. Ну, то есть, обозначал, объяснял, говорил, получили. То есть, ребят, реально такая тема, что мы здесь проходили уровни сопротивления на хороших объемах. И сейчас получаем диапазон, такой диапазон, что будем как минимум ретестить там плюс-минус 13. Дальше, я думаю, какие-то будут там небольшие продажи, но все равно потенциал на то, что мы рвемся на выход с этого канала, он еще имеется. Рассматривать возврат в диапазон там плюс-минус 9,5-10 центов, да, можно, но в глобалку. Потому что пока что в глобалку я не готов сказать, что здесь мы точно пройдем и полетим выше. Нет, пока что такого сетапа нет. Есть сетап на то, что мы будем как минимум заходить сюда, возможно, пускать в фитиль, чтобы собрать лонгистов. Даже, возможно, дадим 14, тут уже пустим в фитиль, чтобы собрать лонгистов, потом уйдем на коррекцию. То есть, это движение, которое предполагает коррекцию. Но тот факт, что я обозначал неоднократно, что у нас Dogecoin находится в диапазоне над 9,5-10 центов. И это провоцирует покупателя. Он как бы оправдывает себя, поэтому не вижу смысла на этот актив не обращать внимания. Единственное, конечно, не по текущей цене, а уже на коррекцию. Здесь вы опоздали, если до сих пор его не купили. Я его по 9,5-10 брал дополнительно, учитывая, что я его и ниже брал сильно. Ничего пока не планирую с активом делать, потому что выхожу на недельный таймфрейм и понимаю, что потенциал тут ого-го, ага-га. И я честно скажу, ниже уровня 35-36 центов я этот актив буду только накапливать. Единственное, выше 15 центов я уже не буду точно делать никаких покупок. А вот в диапазоне все, что ниже, от 5 центов до 15, я только буду набирать этот актив, потому что он технически очень неплохо выглядит. И потенциал на то, что он даст заработать, я здесь вижу очень большой. А напомню, что опыт у меня немалый. Торгую рынок я все-таки с 16-го года. Поэтому обратите внимание, на самом деле сейчас актив идет, биткоин, на очень хороших объемах. То, что я обозначаю, с очень, ну вот прям с очень большой вероятностью отработает. Поэтому здесь, конечно, очень хотелось бы, чтобы это все-таки был ретест 72 с уже пробивом и подстегиванием объема покупателей. Потому что выход за эти уровни, ребят, нам даст очень серьезный импульс. Ну, то есть, возможно, даже это 100 тысяч долларов. Поэтому отталкиваемся от этого, держим это в уме. И я бы назвал ситуацию, если мы сейчас идем на проход к 72 тысячам, то типа я бы назвал ситуацию, это как последний вагон для того, чтобы довольно недорого закупить альткоинов. Лайк, подписка и комментарий. Повод поддержать меня как автора. До следующего выпуска, друзья. Работаем.